всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале комин бай это видео нестандартно конечно немножко коснется дымоходов здесь в первую очередь сейчас вопрос стоит у меня с камином и этот вопрос будет каминщиком профессионалом кто подписан на мой канал смотрите ко мне заказчик обратился со следующим вопросом изначально так я специализируюсь на дымоходах посмотреть дымоходы на первом этаже с печкой будет тоже пламя стоять варочная панель но там относительно все в порядке и установлен камин на втором этаже дополнительное тепло дом находится в лесу в обалденном месте речка рядышком и смотрите когда я зашел здесь установлена каминная топка пламя меня интересует следующий вопрос внизу не увидел нигде подачу воздуха я позвонил заказчику говорю если подача воздуха из улицы либо из помещений сок или еще откуда вот так для того чтобы была конвекция для того чтобы топка охлаждалась заказчик сам позвонил строителю мы связались со строителем он говорит нет нигде подачи воздуха нету начал мне рассказывать сказки об одной вещи когда устанавливают каминную топку как правило там районный сантиметр технологический зазор остается и из-за того что это же вопрос заказ задавал ему и сам заказчик клиент как будет конвекция воздуха проходить как будет топка остывать на что не ответили сейчас вам покажу смотрите здесь с каждого края по сантиметру здесь уже самое где-то полтора сантиметра зазор остается по всему периметру но внизу это слова строителя говорит этого достаточно для того чтобы топка работала для того чтобы охлаждалась 3 сантиметра технологический зазор внизу вот под самой топкой нигде не в боковых частях и здесь снизу вот в этой части нету единственно один выход идет вот на этом месте верху верхней камере сейчас я замерил вам рулетку покажу размер здесь 90 я в миллиметров вам говорю 90 на 160 и здесь тоже самое здесь немножко даже меньше 75 а здесь раствор где-то 80 на 160 теперь вопрос профессионала кто занимается каминами топками печниками можно ли запускать издавать вернее объект именно в таком исполнении можно или нельзя или надо переделывать вот это очень важно напишите пожалуйста в комментариях это сейчас я обращаюсь именно профессионалам которые работают давно в этой теме я знаю что на моем канале они есть вот этот вопрос именно каминщиком можно или нельзя эксплуатировать вот этот камин и также я строителю задал вопрос а как дымоход собрали на что мне ответили под углом 45 врезались в основной стояк дымохода то есть как это выглядело это выглядело примерно так от камина и вот так вот змейкой ушли вверх и самый больной вопрос и вопрос который я задаю всегда строителям после которых захожу заказчики бывают сомневаются профессиональных строителях и я задал вопрос как вы собирали по дыму или по конденсату на что мне ответили по дыму все собрали по дыму я несколько раз переспросил точно по дыму да мы использовали жаропрочный герметик кто подписан на мой канал тот знает какие последствия бывают после того когда используете дымоход вернее собирается дымоход модульные дымоходы подымо конденсат будет если вы строители смотрят общестроительные работы кто выполняет ни в не собирайте по дыму. Если вы не знаете, но не берите за эту работу, зачем вам, что потом заказчик говорил о вас плохо. Не знаете, как собирать, дайте людям, другим заработать. Вы все равно не заработаете все деньги. А на косячность, на косячность. И каждый должен заниматься своим делом. Поэтому то, что касается домохода, он идет на переделку. Можно ли использовать этот коммент? Все. Надеюсь, что вы прокомментируете, будьте активны. Это важно для заказчика, потому что скорее всего он тоже прочитает комментарии. Всем хорошего настроения. До новых встреч. С вами был Дмитрий Михайлов. Занимайтесь каждым своим делом. Пока.